Приветствую, друзья! Среди множества книг, которые у меня написаны на самых разных языках мира, но, естественно, я больше всего люблю на русском языке. Если вы помните, когда-либо я рассказывал о том, что самая первая книжка была «Ключ к себе» в 90-м году, массовым тиражом «Молодой Квартии» выпущенная. После чего все узнали, что есть метод управляемой саморегуляцией. Ключ. Да, это была первая книжка в СССР о том, что человек может управлять своим состоянием. Была первая технология в СССР. И потом она пошла по миру. А всё-таки мне более всего нравится. Я сегодня с такой большой нежностью и любовью раскрывал пакет, в котором мне принесли авторские экземпляры книги «Новые приёмы метода ключ». Это уже наш год. Наш год, современный год. До этого была выпущена книга этим же издательством АСТ. Видите? «Заставь стресс работать на тебя». Это новые вещи в мире. Такого нету, никогда не было. Обычно стресс снижают. А тут заставь стресс работать на тебя. Это очень важно. Потому что в стрессе, в страхе, в боли огромный мощнейший потенциал, который человек может по методу ключ, элементы ключ-2, открывать и использовать как стресс-трамплин в собственных интересах. Это очень важный момент. И вот этот важный момент здесь как раз-таки и есть. Потому что здесь как раз под заголовок «белые стороны, чёрные дыры страха». То есть, в принципе, страх человек может использовать. Не только чтобы оцепенеть. Или от страха, когда за ним бежит злая собака, перепрыгнуть в высоченный забор. А именно этот же потенциал использовать осознанно, без всякой собаки. Перепрыгивать такие барьеры, которые раньше он не мог перепрыгнуть. И в том числе психологические барьеры. И вот я хочу поблагодарить Татьяну Менинджан, которая шеф-редактор этого издательства АСТ, за то, что, как было мне обещано, так теперь и есть картина в книге. Да, все будут радоваться, потому что, как говорится, эти картины обладают такой животворной силой, потому что мне об этом всё время пишут. Ваши картины у меня включают какие-то такие ощущения. Хочется жить. Хочется жить. Ну да, я картину пишу до тех пор, пока душа в ней не появится. А это наш лид-агент, дорогая Неви Зарипова. Я её написал, чтобы ей сделать такое приятное. Она нас познакомила с Татьяной Менинджан. И она вообще очень помогает, потому что, когда я делал первую редакцию этой книжки, сколько надо было там помучиться. Ну, честное слово. Но это муки и драйв творчества. А как же? Вы же сами это знаете по своим творческим процессам, что это муки и кайф творчества. Когда ты одновременно мучаешься, переживаешь и предвкушаешь его, предвкушаешь. Вот я предвкушал. Когда же я эту книгу увижу, и, наконец, я его видел. И здесь наша школа «Человек будущего». И здесь авторы вместе со мной. Очень много авторов, которые свои наработки, свои наработки здесь. Они написаны вместе с их именами. Эта школа очень большая. В этой школе участники из многих стран мира. И мы вместе создаём науку человечности. Потому что ключ к миру, к сокращению войны, кризисов, к просветанию человека, его качеств, его способностей, творца, они как раз и заключаются в человечности. Ключ к миру в человечности. И ключ к будущему именно в человечности. И об этом здесь сказано. И не просто сказано. Об этом здесь вся школа говорит разными словами. И что такое страх? И что такое добро? И что такое зло? И много-много здесь. Как помолодеть? Да, я на своём примере это всем показываю. Всем доказываю, чтобы люди понимали, что тем авторам, которые на своём личном примере свои методы применяют, и поэтому они могут авторитетно заявлять, что это мне помогло, и это помогло миллионам людей. Потому что здесь, как после терактов я вынимал людей из острого шока, до войны и после войны, разных войн и так далее, и так далее, и так далее. Перед олимпиадами, да, и после олимпиад. Потому что это всё очень важно. И перед выступлениями актёров, и перед тем, как рисовать, и все учились. А по этой книге научитесь. Научитесь. И тут и Сунцов, и Влад Орлов. Ну тут очень много-много. И наш Севиль. Да, и очень много-много. И в конечном счёте тут, как надо воспитывать кадры, как надо воспитывать кадры, чтобы люди, когда становились начальниками, как раз таки ввели страну, или контору, где они работают, или фирму, или компанию, не важно что. Потому что эта книга касается всех. И таксистов, как я говорю, и министров, и штанкистов, и шахматистов. Все могут её читать. Я сейчас не рекламой книги занимаюсь. Я сейчас занимаюсь, она сама себя рекламирует, потому что прошлая книга имеет статус бестселлера. Статус бестселлера, это не я ей дал. Это там какие-то системы такие, которые даёт. Статус бестселлера. Она сама себя рекламирует. Дело не в этом. Дело в том, что я благодарность выражаю за то, что всё-таки мне её сделали именно такой, какой я хотел, как автор. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Посмотрите, какие картины. Это танцовщица, а это вот свидание у забора. А это картина моего сына, Лена там дома, о хашкале. А я вам ещё одну покажу. Тут очень много интересных. Просто это фантастическая книга. Не потому, что это я её написал. Нет, не поэтому. А потому, что школа. Школа писала вместе со мной. Вот почему. Посмотрите. Какие тут картины. Это портрет жены художника называется. А вот это, посмотрите. Вот это, вот это, вот это. Поющие над вселенной. Да. Поющие над... Ну, тут, 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 тут. Вы меня простите, но можно же порадоваться. Правда же? Да. И люди профессиональные, которые занимаются психологией, занимаются нейрокибернетикой, психофизиологией, и которые занимаются близких тем, темами, которыми я работаю всю жизнь. И психоанализом, и гипнозом, там, и рефлексотерапией, там, и многие-многие специалисты, когда увидят, они сразу поймут, что это книга века. Не потому, что я написал еще раз, а потому, что там школа. Школа, которая участвовала в ее написании. Да. А это, это как раз-таки очень меня поднимает. Очень меня поднимает. Я думаю, что вы будете рады, друзья. И вы будете рады. И сейчас давайте поучаствуем в коллективном разуме. Скажите, пожалуйста, что добавить, что убавить, как мы иногда делаем. Потому, что мы готовимся к мозговому штурму, когда точно так же будем все вместе решать какие-то важнейшие задачи. Глобальные проблемы человека и человечества. Я все время, время от времени об этом говорю, напоминаю. Время от времени проводим вот такой коллективный разум. Пишите свои мнения. Что добавить, что убавить. Потому, что мы несколько картин таких уже сделали вместе с вами. Спасибо вам за это. Могу превратить девушку молодого человека в шаха, например. Потому, что видите, шапка какая. Могу превратить ее в еще более юную девушку. Могу сделать более мудрую. Мудрую. Умудренную опытом и добротой. И жизнью. Посоветуйте, что хотите. Друзья, я вместе с вами рад. И, пожалуйста, у нас конкурс проходит там на телеграм-канале метод-ключ Хаса Ильева. У меня на телеграм-канале. Он так и называется. Канал метод-ключ Хаса Ильева на телеграме. Там идет конкурс по одной картине. Название там дают, дают, дают. Название уже пора завершать. Потому что сейчас будет определен победитель по названию этой картины. И вообще я говорил о том, что мы именно на телеграм-канале поговорим с одним человеком, который раскроет такие вещи удивительные, которые он понял после применения метода-ключ. Там же инсайты происходят. Такие открытия происходят. И вам это всем будет полезно и понравится. Это там будет происходить. А так обычно, как всегда, у нас будет вебинар на этом канале, на котором мы обычно проводим, где бесплатные ликбезы всегда проводим. На обычную там, потому что меня спрашивают, это все теперь будет на телеграме. Нет, на телеграме будет то, что вам интересно, но туда надо обязательно пойти, записаться. чтобы не пропустить тот ролик и не пропустить этот конкурс. А все будет дальше продолжаться, как и продолжалось. До встречи, друзья. Еще раз благодарю за издание книги и всех, кто там участвует. Спасибо, друзья. И всех читателей, которые я буду читать, потому что это полезно. До встречи. Тихо. Субтитры создавал DimaTorzok